Ну что ж, господа, у нас продолжается подготовка Жигулей к зимнему дрифту. Как ни странно, еще светит солнце и никак не наступает морозов, которые нам принесут лед и возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях. Сейчас я нашел нам решение по кузову, а именно как сделать так, чтобы все-таки восстановить нам кузов, быть красивыми к сезону. Это более дешевый выход, чем делать крылья в малярке, ремонтировать их и красить заново. Какой, я вам расскажу. Ну что, мы наконец загнали наши дрифт-жиги, пусть рискуют. Наконец-то начнем уже с ними работать. Мы будем готовить их к сезону. Начнем мы с того, что поменяем масла, автория, коробки и редукторы. Также, все-таки мы нашли один вариант, как сделать кузов наших жив, все-таки хорошо выглядят и за недорого. Об этом я расскажу чуть позже. Но для этого нам понадобятся пластиковые крылья, кое-что, чтобы сделать кузов жестче, и один человек, который может узнать. Ну, нет, мы не одолжили его у Женеча, так как мы знакома с вами уже достаточно давно, и помогаем ему. Итак, расскажем про самое интересное. Интересное у нас это, конечно же, крылья, про которые я сказал ранее. Что в них хорошего? Это то, что они пластиковые и не сгниют. Ну, наверное, это не для наших случаев. Хорошо, в них будет одно, что каждый сезон мы сможем их легко менять. То есть мы хотим сделать съемные крылья. Как это сделать и что для этого нужно? Сейчас мы узнаем. Во-первых, нам необходимо будет усилить жесткость кузова, потому что крылья мы не будем приваривать. Мы будем их или прикручивать на саморезы, или ставить на заклепки. Сейчас вы увидите подобное. Крылья выглядят у нас вот так вот. Это, можно сказать, раритет. И в нашем случае это эконом-вариант. Потому что такие крылья стоят в районе 500 рублей. Классиковые крылья на классике. Но в чем минус сегодняшней жизни? Что у них практически уже не осталось. И вот мы, например, набрали два комплекта на копейку. Просто практически мажора. И пока еще не набрали даже комплекта на Жигули в шестерку. Потому что есть три крыла, нам не хватает одного заднего. И возможно, оно сейчас будет железным. Но тоже съемным. Так что давайте посмотрим, как это все будет. Ну что, у нас небольшое событие. Пока мы занимаемся своими проектами, люди на нас смотрят. И так как наши проекты в основном очень яркие и красивые внешне, у нас появился первый партнер официальный. Это компания BASF. Очень известна по всему миру. Мы можем вспомнить ее из прошлого, когда мы смотрели ВХС видеокассеты. И там было написано слово BASF. Они занимаются химической промышленностью. И в последнее время красками, лаками. У них есть несколько брендов, которые производят все материалы для кузовного ремонта. Но кто занимается кузовным ремонтом, по-любому знает, что такое BASF, что такое RM, что такое глазурит. Это три бренда, которые являются в компании BASF. А сейчас мы едем в их обучающий центр, где учат именно маляров работать с их брендами. Мало того, из тех, кто занимается кузовными ремонтами, проходили именно профессиональное обучение. В основном это какие-то люди, которые научились через каких-то еще людей и все отрабатывали на практике. И получая опыт, они становились такими хорошими мастерами. Но очень интересно посмотреть, как это происходит на профессиональном уровне, так как в основном материалами BASF по России и по остальной Европе красятся заводские машины, то есть на заводах используют их материалы. И самое главное, что я забыл сказать, что компания BASF сотрудничает с такими монстрами, как West Coast Customs, который, по-моему, сейчас находится в Германии, и Чип Фуз из Америи, который вы можете знать по каналу Discovery и его крутым работам. Они все красят материалами фирмы BASF. И теперь в России победа Тим, партнеры BASF. Это очень круто, и мы едем смотреть, что это такое. А теперь расскажем, как сделать кузов жестче, для того, чтобы наши крылья были съемными. И поможет нам в этом мастер церемонии варенья металлических предметов, Иван. Здравствуйте. В общем, распорка. Костя сказал, что это от девятки или от восьмерки. Я уже одну сделал. Теперь для тех, кто хочет подобную процедуру провести... Ну, заметим, что это от задней оси распорка. Короче, чтобы сделать из этой распорки для заднепривной, для классики распорки заднюю, нам потребуется отрезать вот так вот эти вот площадки крепления задних амортизаторов. Вот на передней прежней машине, которую здесь отрезаем. Потом вот эту среднюю часть вот так вот отрезаем тоже. Чтобы уменьшить ее длину. Да, ее нужно украсить, короче. Вот. И, соответственно, здесь вот по максимуму все раскручиваем, чтобы прям вот максимально ее сделать короче. Вот. Ну и, собственно, когда срезаете, вот эти площадки нужно будет раздвинуть. Вот. В общем, сейчас, короче, вам все покажем. Не в словах, на деле лучше показывать. Пили. Процесс выпрятления. Чисочки чуть-чуть, зазорчик. И раз. Пойдет. Короче, вот так. Смысл такой. И вот если вот сюда доню запустить уже до конца, то она достаточно плотно встает. Вы можете раскрутить в распору ее, и все. И она, наверное, никуда не денется с этого веса. Но мы решили подойти к этому вопросу более отрезанным. Вот, мы это дело заварим. Вот. Мы это делу заварим. Вот что у нас получилось. Вот так это выглядит на шестерке. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Уже растероли, а скрипит. Вот вообще. Будем надеяться, это поможет. Вот так это выглядит в копейке. Ну что, я все узнал. Два главных бренда, которые производят премиальные краски, это RM и глазурит. RM появился в Детройте еще в 1800-х годах. Глазурит проявился тоже где-то в это же время, но в Германии. Потом концерн БАСФ, компания БАСФ, которая занимается химической промышленностью, просто купила эти два бренда, и теперь они все здесь. И мы находимся в учебном центре, где именно учат заводскому мастерству, и как делать определенный цвет, как делать определенные эффекты, именно то, что делается на заводах. Также мы попросим сделать что-то необычное, эксклюзивное, так как наши проекты именно такие. Очень интересно. Многие из вас даже не знают, как краситься машины. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, любое обучение начинается с теоретических занятий. Давайте посмотрим, в каких они проходят условиях. Кстати, у компании БАСФ и всех ее брендов можно найти базу цветов от начала машиностроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, а теперь мы в самому веселому. Это резьба! Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, пока мы находимся в мастерской, расскажу сразу, что у нас тут происходит. Заодно эта пятерка, она поедет с нами в команде, это нашу друга Дима. Мы подготавливаем ее тоже к зимнему дрифту. Осталось мелочи, поработать немного с подвеской и с охлаждением. Я стою около инструмента цветоподбора. Это лишь малейшая часть цветов автопроизводителей. И мы сейчас покажем, как вообще происходит весь процесс покраса деталей. Но делать я это буду не сам, конечно. Рядом со мной Олег. Это руководитель учебного центра. Именно он нам покажет и расскажет, как происходит весь процесс именно создания цвета. Мы выбрали сделать цвет такой необычный, а эксклюзивный более. Он буквально где-то смесь вот этих двух цветов. Да, просто о чем хотели сказать. То, что выбранный нами цвет, он отсутствует в данной картофельке, так как он является эксклюзивным, специально разработанным в компании Bass'ов для Jaguar Land Rover. Сам цвет, естественно, можно посмотреть. У нас есть деталь, да, с этим цветом. Карточки на него нет. Цвет эксклюзивный. Соответственно, мы можем использовать другой инструмент цветоподбора. Это фитропатометр. Так вот прибор, и он тоже бренд РМ, правильно я понимаю? Совершенно верно. То есть все, что нам нужно сейчас, это его откалибровать и сделать нам замер. Такой, как будто космический какой-то бинокль. Программа нам выдала необходимый вариант. Система двухслойная. То есть состоит из двух базовых красок. Требуется подножка. Первый вариант, это подножка в базовой краске. Второй свой, это уже сам спецпигмент. Если подножка будет выбрана неправильно, свет будет совершенно другой. То есть это очень критично. Но поэтому программа нам показывает, что лучше сделать, чтобы достигнуть совпадений. Совершенно верно. Поэтому здесь игнорировать эти рекомендации нельзя, иначе свет просто у нас не получится. Система двухслойная. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok